ребятки всем привет хотелось бы поделиться с вами этим видео показать вообще что происходит у нас на стримах потому что народу на них к сожалению очень мало а творим мы здесь ну не то чтобы чудеса но близко к этому в общем периодически думаю делать такие небольшие отчётики чтобы вы видели что вообще мы делаем с миром варкрафт и так погнали давайте строго пройдемся по сериям значит первое что нам пришлось сделать это перетащить долларан из нордскола вместо где он был во времена в к 3 то бишь в предгоре хилсборда когда ты спамнишь новую модель ну тем более таких габаритов она как бы внутри пустая то есть заселенности никакой нет поэтому нам ради одной сцены пришлось делать вот такую вот улицу создавать новых нпс искать им уникальные вещи эмоции ауры создавать маршруты их передвижений в общем короче заморочились здесь по полной сцена на самом деле это дрится не очень то и долго наверное минуты две три нам даже пришлось ее дополнить немножко текстом чтобы такая красота не пропадала в общем заключение скажу что вот этот кусочек долларана вот эту улицу мы делали наверно порядка 12 часов именно внутри игры подбирали модельки искали объекты все это спавнили расставляли но здесь я потратил принципе не очень много времени а телепортнулся в классическую локацию помните здесь был лагерь для военнопленных как бы разрушенный но его немножечко восстановил вот смотрите что получилось обновил домики добавил вышек на спаунил орков дал им эмоции в принципе это много времени не заняло что нельзя сказать об новой арене дарнхольда вот вспомните как она выглядела тут какие-то деревьяхи валяются вместо пола ну короче совсем не красиво но смотрите нашу версию песочек факела цепи припасы разбросанные всякие мечи в песке за пределами самого круга арены короче здесь тоже мы на самом деле посидели а ну вот можете еще обратить внимание на толпу кстати говоря на новую модельку адаласа blackmoor вот посмотрите тоже переделали ее короче здесь мы тоже на самом деле заморочились по полной долго искали все эти объекты вот все это расставляли тоже наверно часов 8 наверно ушло не знаю наверно не меньше в этой же серии также была сделана сцена с гостевой blackmoor где он принимал артаса тут как будто еду всю отдельно пришлось спавнить и всякие там штучки картины вешать в общем тоже достаточно запарно было но интересно но здесь не сказать чтобы потратил много времени и скорее всего была такая творческая работа вот смотрите покои калий минетил деланы с нуля здесь была просто комната пустая я еще обставил соседнюю комнату этого здания мы сделали для сцены где марта с разговаривает старой ты когда гостит у blackmoor в принципе тоже как бы много времени потратили также я тут еще сделал так скажем гостевую варе анарина где а то с будет с ним разговаривать когда приедет шторм на посвящение плюс еще внутри отделочка сделано башни джайны праудмор для сцены где она будет разговаривать с магны эллин есть еще вот такой заснеженный лордеронский лесочек на самом деле это не зина рати именно зимняя версия но я тут просто завтра заспавнил все елями но и теперь переходим наверно последней серии на которую вот мы сидим уже наверно почти неделю у каждой по два по три часа первое что бросается глаза это новый собор ну как новый мы просто осветили его чтобы он ярче выделялся как именно объект из серии самый важный вот синенькие окошечки вы видите потом сама подсветочка более яркая потом заселили немножко шторм еще надо будет прописать как бы эмоции персонажем вот смотрите как он выглядит внутри поменяли здесь освещение добавили всяких канделябров люстра и повесили на общем так папа по мелочам всего добавили ну и самое главное это конечно нпс здесь вообще ваня заморачивается по полной вот пример смотри здесь семейство праудморов стоит да там джайна уже такая молоденькая волшебница из доллара надо начинающая батя как бы ее брат мать потом можно тут и семейство седогриву встретить тирион датрахан говинрад или говинрад так и не знаю как правильно произносится но неважно если хотите все это увидите воочию обязательно заходите на стримы если кого-то интересуют все эти команды обязательно вам расскажем покажем как все это делается мало ли кому-то это будет интересно или может он тоже увлекается эпсилами там уникальными кастомными модельками но не знает все команды конечно не все знаем но тем не менее я думаю что большую часть уже изучили так что ждем вас на стримах приходите пожалуйста будем вам рады